МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Первый в списке. Подводить итоги развития за 2018 год в Чувашии начали с Красночитайского района. Теория и практика. В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по технологии. Чемодан, чебурашка, чебоксары. В интернете завершилось голосование за идеи новых достопримечательностей для городов. В феврале во всех муниципалитетах Республики традиционно подводят итоги социально-экономического развития за прошедший год и ставят задачи на год текущий. Первый в списке Красночитайский район. В итоговом совещании принял участие глава Чувашии. Наша съемочная группа сегодня работала в Красных Читаях. Рабочий визит главы Республики начался с посещения сельскохозяйственного производственного кооператива Коминтерн, где буквально на днях достроили молочный комплекс на 1200 голов. Этот инвестиционный проект реализуется в несколько этапов. В этом году уже планируется открыть еще один коровник на 600 голов, а также закупить дополнительную сельхозтехнику. Затем Михаил Игнатьев встретился с активом района. На совещании обсудили итоги года, задачи, которые надо решить в первую очередь. Красночитайский район второй год подряд становится лидером по количеству проектов инициативного бюджетирования. В прошлом году было реализовано 18 таких проектов. Подробнее в нашем ближайшем информационном выпуске. В Чувашии определился кандидат на должность председателя Государственного Совета Республики. Сейчас его обязанности исполняет Альбина Егорова. И именно ее кандидатуру выдвинули на должность спикера Республиканского парламента депутаты на конференции регионального отделения партии «Единая Россия». С осени 2016 года Альбина Егорова являлась заместителем председателя Госсовета Чувашии, а с октября прошлого года исполняет обязанности председателя. Избрать спикера планируют на ближайшей сессии Государственного Совета. Она назначена на 12 февраля. С 1 февраля в силу вступает ряд нововведений в законодательстве. Среди основных – изменение размера социальных выплат. С 1 февраля социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан проиндексируют на уровень инфляции за прошлый год, то есть на 4,3%. Повышение коснется, к примеру, ветеранов Великой Отечественной и военных действий в Афганистане, ликвидаторов аварии в Чернобыльской АЭС, Героев Советского Союза и Российской Федерации и других категорий. Что касается пенсии и социальных выплат военным и сотрудникам некоторых правоохранительных органов, с 1 февраля их будут перечислять на карту МИР. С февраля вырастут и так называемые детские пособия. К ним в том числе относятся пособия по беременности, пособия по уходу за ребенком и другие выплаты. Коэффициент повышения пособий общий и утверждается правительством. В этом году он составит 1,34. Кроме того, с февраля начнется постепенный переход на цифровой формат телевещания. Он будет проходить в три этапа. Чувашия вошла в число регионов второй очереди. Планируется, что республика откажется от устаревшей аналоговой системы в середине апреля этого года. Автосообщества «Небедолаги» помогают всем попавшим в беду на дороге. Откуда и когда они появились? С авторами удивительного проекта познакомилась Юлия Важенина. Застряли в снегу, закончился бензин, сел аккумулятор. Эти автолюбители, как герои мультфильма «Чип и Дейл», спешат на помощь. Я ранее ездил, занимался грузоперевозками, сломался на дороге, на трассе. Мало кто хочет предложить помощь. В основном из-за этого, чтобы люди помогали другим, не проезжали мимо. Элементарно даже, когда машина стоит на аварийках, мало кто останавливается и предложит помощь. Один помог другому, так все и началось. Название сообщества «Небедолаги» водители придумали случайно. Выложили фото в сеть, отметили хэштегом «Он всем запомнился». Теперь сообществу уже полгода в рядах «Небедолаг», около 150 машин по всей республике. Как узнаете, что что-то произошло в городе, что случилось с ЧП, откуда у вас информация появляется? У нас же официальная страница в Инстаграме, и к нам пишут постоянно о просьбе помощи. А вы приезжаете как? Кто ближе, тот приезжает как? Да, кто ближе и кто не свободен. А много ли вообще сообщений там, например, за день у вас? Очень много. Ежедневно участники сообщества помогают двум-трем водителям. Пока мы снимали сюжет о ребятах, им пришло сообщение с просьбой о помощи. Наша съемочная группа поехала вместе с ними. Оказалось, машина застряла во дворе в снегу. Вчера поставил машину, припарковал неудачно, сегодня надо на работу. Выехал, выехать не могу. Мучился-мучился, у меня ничего не получилось, не удалось выехать. Я написал в сообщество «Небедолаги», попросил о помощи, чтобы вытянули. И вот в течение 10 минут, наверное, приехали три машины. Сейчас будем вытягивать автомобиль. Об этом сообществе Евгений узнал от друзей. Они уже звали их на помощь. Моего личного времени заняло около 15 минут. Приехал, посмотрел, как он застрял. Решили, что будем делать. Зацепили трос, вытащили машину. Это будет 10-й человек, которому я помог, так как я недавно в проекте. Сообщество добрых людей, как они себя называют, набирает популярность в сети большое количество благодарных водителей. Первый раз так едем на тросе. Ребятки, спасибо большое, что выручаете. Сообщество добрых людей, помощь на дорогах. Я вообще забыла, что в этой жизни хоть что-то бывает бесплатное. Трос, провода, лопата, канистра и даже теплые вещи и термос. В багажнике этих водителей есть необходимые вещи практически на любой случай. Причем помогают они не только водителям, но и пешеходам. Кстати, стать не бедолагой может любой желающий. В автосообществе вам всегда будут рады. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах полицейские расследуют факт мошенничества, в результате которого житель города потерял порядка 180 тысяч рублей. Речь идет о так называемых компенсациях за употребление БАДов. 57-летний чебоксарец заказал в интернете упомянутые биологические добавки. Эффекта особого не получил, зато связавшись с мошенниками, распрощался с серьезной суммой денег. Все подробности у моих коллег из пресс-службы МВД. Почему вы не получаете компенсацию? Именно такой вопрос стал роковым для 57-летнего чебоксарца, с которым по телефону связались неизвестные. Мужчине сообщили, что БАДы, которые он ранее приобрел в интернете, некачественные, и за них положена хорошая денежная компенсация. Сумма, которую собирались возместить благодетели, оказалась внушительной – около полумиллиона рублей. Вот только получить их было непросто. Мужчине то и дело звонили с разных номеров. Собеседники представлялись директорами различных фирм и министерств. Просили внести сначала предоплату, а потом страховку. Этот человек с министерства финансов говорит, мы выплачивали по чебоксару в прошлом году все это. А я не попал, говорю, вам я никто не сообщал. Под различными предлогами по частям мужчина перевел аферистам немалую сумму денег. Остановился лишь после того, как пополнил кошелек злоумышленников на 185 тысяч рублей. МВД по Чувашии рекомендует незамедлительно сообщать в полицию, если под какими-либо предлогами вас просят перевести деньги на неизвестные счета. В этом случае с вами наверняка разговаривают мошенники. Сотни мальчишек и девчонок хотят связать судьбу со службой в армии и полиции. Такой шанс им дает детская полицейская академия под патронажем МВД по Чувашской республике. Уже с первого курса они себя чувствуют настоящими защитниками Отечества и принимают присягу. Торжественная церемония прошла для 62 первокурсников детской полицейской академии. В ней приняли участие представители МВД республики, общественного совета при министерстве. Заместитель министра внутренних дел по Чувашской республике Леонид Вакс отметил, что за 12 лет существования академии многие ее выпускники выбрали службу в органах внутренних дел и выразил надежду, что эта традиция не прервется. На протяжении всей вашей учебы, занятий, МВД будет рядом с вами. Каждую неделю проводятся занятия на базе нового здания для спортивного центра. Действующие сотрудники спецподразделения Грома проводят занятия, приводят свой опыт, но я надеюсь, какие-то жизненные принципы, которые помогут вам надежде. Юно-армейцы не только приняли присягу, но и получили первые погоны. Завершилось мероприятие показательными выступлениями старшекурсников и барабачиц академии. Сегодня в интернете завершается голосование за идеи новых достопримечательностей для городов России. Конкурс организован фондом «Живая классика». Суть в том, что жители любого города могли придумать собственный арт-объект и подать заявку. Их проекты разместили на сайте Культ След. Те, что наберут наибольшее количество голосов, будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда. Авторами идеи новой достопримечательности для столицы Чувашии стали ученики и педагоги Чебоксарской детской художественной школы искусств. Арт-объект посвящен букве «Ч», вокруг которой создается композиция из объектов на эту букву, символизирующих культурный литературный след, географическую точку расположения туристического центра, культурные традиции, гостеприимство, интерес к познанию и получению новых впечатлений. Сказано на сайте в описании арт-объекта. Так, так, че, 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 чай, чемодан, чебурэки, че, чебоксары. Странно. Никаких чебурашек нет. Разместить объект авторы предлагают в речном порту на железнодорожном вокзале, либо в аэропорту. Иными словами, там, где люди чаще всего бывают с чемоданами. Победителей выберут 15 февраля. В первый класс через интернет в Чебоксарах продолжается онлайн-запись в школы. Заявочная кампания стартовала в Калининском районе. Более тысячи заявлений за день. В 18 школ Ленинского района подали 1400 заявлений. В числе самых популярных школа номер один и номер девять, гимназия номер два и четыре. Сегодня на очереди Московский район. Записаться можно до 22 часов. С завтрашнего дня можно будет подать документы во все столичные школы. Родители, которые подали документы через портал образовательных услуг, должны предоставить оригиналы документов в школу. Срок семь дней. В управлении образования Чебоксар открыта горячая линия по организации приема детей в первый класс. Телефоны указаны на экране. В столице Чувашии продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. На этот раз участники соревновались по направлению технология. Насколько сложными были задания, расскажет Юлия Важенина. Выткать ковер за несколько секунд можно только в сказке. В реальном же мире, чтобы расшить даже небольшую салфетку, нужно многому научиться. Это не понаслышке знают участницы олимпиады по технологии. За три часа они должны выполнить задание практического тура, смоделировать изделие и сшить футляр для очков. Олимпиада по технологии существует уже порядка 20 лет. За эти годы выросл не только уровень сложности заданий, вырос и уровень самих участников. Они стали более социально ориентированными, они стали более информационно адаптированными, научно подкованными. В соответствии с этим очень приятно, что наш регион выходит ежегодно на всероссийский заключительный уровень олимпиады. Участников более 50. Все они знатоки предмета и призеры предыдущего этапа. Это полезно. Если буду работать с технологией, то я могу запросто себе сшить какое-то платье или другое изделие. Пока девочки шили, в соседнем кабинете мальчики резали фигурки из дерева. Ручное деревообработка направления сильной половины участников олимпиады. Их задача сделать бобину для ниток. И если здесь требуются точные размеры, то декорировать можно, применяя собственную фантазию. Задание в принципе не сложное. Опытный человек в принципе справится. Даже безопытный можно спокойно сделать. На изготовление данного изделия давалось 2 часа. За это время очень просто ложиться в изготовление данного изделия. И также в конце надо было выполнить художественную обработку. И это было выжиганием. В деревообработке соревнуются 18 участников со всей Чувашии. Это направление олимпиады не такое популярное, как предыдущее, но не менее интересное и нужное. Умение работать с деревом пригодится и в жизни. Дети должны научиться работать руками, думать головой. У них должна быть сформирована техническая грамотность. То есть они должны выполнять эскизы, чертить чертежи и так далее. Соответственно они должны научиться обслуживать себя. То есть то, что пригодится в быту. И теоретические, и практические испытания позади. Теперь участникам остается только ждать результатов. А лучшие из лучших отправятся представлять Чуваши уже на всероссийском уровне. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Состязания по ботче, шашкам, дартсу, армспорту и мастер-классы по настольным играм. Чебоксарская спортивная школа «Спартак» сегодня принимала гостей со всей Чувашии. Там прошел республиканский фестиваль по паралимпийским видам спорта. Белый шар – самый главный, стартовый. С его броска начинается игра в бочу. При следующем броске нужно кинуть шар другого цвета, как можно ближе к белому. Побеждая точке, мечи окажутся ближе к стартовому. Андрей больше года занимается бочей. На поражение реагирует без эмоций. Но мама говорит, что сын просто не показывает переживаний. С моей стороны помощь – это я только подаю мячи и регулирую коляску. А в остальном он сам. Ему нравится, да. Но волнуется очень сильно. Это, конечно, сказывается в игре. Мячи в сторону уходят. Вроде и в цель кидает, но они в сторону уходят. Вот это вот видно. Коля пока везет больше, его синие мячи расположились рядом со стартовым. В игре ему помогает папа. Это единственный нам такой доступный вид спорта. Ну, по состоянию здоровья. И он очень дисциплинирует и помогает крепчать. Боча – спорт равных возможностей. Регулярные занятия помогают восстановить двигательные способности. Развивают координацию движений. В свои способности дети и взрослые с ограниченными возможностями могли проявить и в вязании узлов, и на стольных играх. Это уже называется «Восьмерка». Им страхуются альпинисты в горах. Сегодня у нас проводится фестиваль по паралимпийским видам спорта, посвященный празднованию 550-летия города Чебоксара и 100 лет чувашской автономии. Вообще, фестивали, конечно, очень важны для детей с ограниченными возможностями здоровья, для юношей, для взрослых инвалидов. Это объединяет их, дает возможность общаться, социализироваться. Дети повышают свой физический уровень, повышается спортивный интерес к соревнованиям. Самое сложное для участников – добраться до места. Без помощи неравнодушных людей здесь не обойтись. Фестиваль по паралимпийским видам спорта в Чебоксарах удалось организовать при поддержке многих общественных организаций. Такие мероприятия, они как раз сплочают и общество само, и дают возможность развиваться всем. И просто показывают пример всем людям, что нельзя быть равнодушным, что от беды, от несчастных случаев никто не застрахован, и нужно быть все-таки активным, добрым, и не забывать о других людях, которые находятся в сложной жизненной ситуации. У организаторов далеко идущие планы – вывести чувашских спортсменов на уровень международных соревнований. Кандидаты как раз и определяются на таких фестивалях. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет полезная информация. А я с вами прощаюсь. Отличных вам выходных. Далее вас ждет. Все изделия можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет, так и в рассрочку от 6 до 36 месяцев. Для тех, кто желает приобрести за наличный расчет, мы предоставляем скидку до 15%. На ярмарке представлены шубы только российского производства с гарантией качества и по низким ценам. Приходите на выставку «Вятские меха», которая проходит с 1 по 3 февраля в ДК «Трактора строителей» «Эгерский бульвар 36» и совершите покупку любого норкового изделия.